Здравствуйте! В эфире новости. Корреспонденты Первого Карагандинского и Ягуль Нуржакен расскажем вам о главных событиях этого дня. В Спаск собираются вводить 200 единиц военной техники. В чем дело, об этом вы узнаете из нашего сюжета. Очередной туристский скандал в Караганде. Где в Карагандинской области можно с пользой для здоровья завершить летний сезон. Никак в этом году у карагандинцев не получается отдохнуть. Новый скандал с туристами. На этот раз пострадавшими себя считают клиенты компании Артур Тревел. Часть карагандинцев улетела в Турцию, но не смогла заселиться в отель. 13 семей из Караганды должны были вылететь в Турцию через несколько дней. По словам несостоявшихся туристов, еще в начале июля они заплатили полную стоимость путевки. По 1400 долларов за каждого взрослого и по 500 за ребенка. Но до сих пор им не дали ни авиабилетов, ни ваучеров. Турфирма тоже решила промолчать. Все, что есть у туристов, это договоры с турфирмой на оказание услуг. Всего своего вылета на долгожданный отдых в Караганде ждут около 50 человек. Но в еще худшем положении оказались клиенты этой же компании, которые прилетели на Лазурный берег, но заселиться в отель не смогли. Выяснилось, что за номера им придется платить повторно из собственного кармана. Юристы советуют казахстанцам судиться с теми, кому лично отдавали деньги. Часть туристов уже обратилась к адвокатам и написали заявление в полицию, но стражи порядка отказались возбуждать уголовное дело. На данный момент расследованием истории с турецкой компанией «Уния Тур» и карагандинской турфирмой занялась Казахстанская ассоциация туризма. Но какими бы ни были его итоги, отдых карагандинцев безнадежно испорчен. Лариса Хусейнова, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Трагедия за трагедией. Молодую жительницу Тимиртау, которая работала в букмекерской конторе, из-за денег убил клиент. В мае этого года девушка не вернулась домой с работы. После этого тело нашли в водоканале. Наконец, убийца найден и будет наказан лишением свободы на 15 лет. По информации пресс-службы, девушка пропала 10 мая. Один из клиентов букмекерской конторы, делая ставки, проиграл более 200 тысяч тенге. Чтобы выплатить долг, он предложил девушке вместе поехать к нему домой, где якобы есть необходимая сумма. Мужчина завез ее в безлюдное место, где убил и выбросил тело в канал. Суд признал подсудимого виновным в убийстве сотрудницы букмекерской конторы и приговорил к 15 годам лишения свободы. В Спаск собираются вводить 200 единиц боевой техники, около 30 самолетов и вертолетов. Это вовсе не война. С 18 по 22 августа на учебном центре Спаск пройдут совместные учения коллективных сил оперативного реагирования организации договора коллективной безопасности. На учениях впервые будут отрабатываться вопросы организации информационного противоборства и психологической борьбы, а также обеспечения безопасности собственных информационных систем. В Караганду прибудут военные контингенты, оперативные группы и формирование сил специального назначения. С приказом начальника Главного управления военной полиции Вооруженных сил Республик Казахстан на период проведения совместного учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ сформирован сводный отряд военной полиции. Основными задачами сводного отряда военной полиции, согласно закону Республик Казахстан об органах военной полиции, являются обеспечение правопорядка среди военнослужащих, профилактика, предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений среди военнослужащих. В учениях примут представители из Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Общая численность участников составит около 3000 человек. В учениях примут участие более 200 единиц военной и около 30 единиц авиационной техники. Представляю вам служебную собаку породы малинуа по кличке Беркут, возраст 3 года, кобель. Он родом из города Ускарминогорск, Алтайская бухта. Служим мы в отделе военной полиции Толготурганского гарнизона. Сюда прибыли в служебную командировку в рамках учения ОДКБ взаимодействия 2014. Канат Абдегалиев, как кинолог, подготавливает собак для выполнения специальных задач. Собака по кличке Беркут находится на службе уже 2,5 года. Верный друг старшего сержанта уже не раз помогал поймать преступников, находил наркотические вещества. Ануар Сейдрахим Айденжакам, Бахтиар Успанов, 1-й Караганинский. Привемте на небольшую рекламу, а после продолжим выпуск. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галлдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пятькамер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Сегодня военные делегации гостеприимно встречала Караганда. Аэропорт Сарарка приняла у себя участников военно-учебной программы взаимодействия 2014. На наш аэропорт приземлились военные делегации и военные эшелоны. В Караганду самолеты прибывали с интервалом в 15 минут. Представители стран прибыли для совместного обучения по программе взаимодействия 2014. Всего участие примут 3000 военнослужащих. Из них ровно половина из Казахстана. Сегодня мы находимся в аэропорту города Караганды, Сарарка, где производится посадка участников учений государств, участников Организации договора о коллективной безопасности взаимодействия 2014. Данное учение проходит ежегодно на территории стран-участников договора о коллективной безопасности. Увлечение числа государств, обладающим ядерным оружием и так называемых пороговых стран, кардинальным образом меняет расстановку сил в мире, нарушая в определенной степени сложившуюся систему международной безопасности. В этих условиях ключевыми целями серии обеспечения военной безопасности Казахстана является укрепление мира, международной и региональной безопасности, стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государства. Цель учений – отработка совместных действий с воинскими подразделениями стран ОДКБ, которые прибыли на учение. Мы подготовили определенные новые способы выполнения задач. Будет здесь опробирована и новая техника, которая поступает на вооружение вооруженных войск Российской Федерации. Все это вы увидите в ходе учения. По традиции, наша страна удивила гостей своим теплым приемом. Представители стран остались довольны встречей в казахской земле. Почувствовав на себе дух нашего гостеприимства, военнослужащие выражают огромную благодарность. Получив заряд позитивного настроения, бойцы готовы пройти обучение с полной самоотдачей. Ну, огромное вам спасибо и огромное приветствие из Армении вам. Пришли сюда, в Казахстан, на учения взаимодействия 2014. И надеюсь, что у нас будет все благоприятно. Дружеская наша республика и ваша республика тоже самое будут участвовать в этих учениях. И все остальное мы скажем во время учения. В составе контингента воинские подразделения, десантно-штурмовой бригады ВДВ России, аэромобильные войска Республики Казахстан, мобильная организация из состава сил специальной операции Республики Беларусь, спецподразделения военных сил Кыргызстана, десантно-штурмовая рота из Таджикистана. Ануар Сидрахим, Олжас Гапасов, Бахтиар Успанов, Первый, Караганинский. Молодежные центры республики собрались на кустовой семинар «Тренинг в Караганде». Руководителям есть что обсудить и решить ряд проблемных вопросов. Новое время требует новых решений. Инициатором этого семинара стал Совет по молодежной политике при президенте Республики Казахстан. Гостями карагандинцев стали представители молодежных центров Восточного Казахстана, Павлодарской области и Астаны. Есть много программ, которые направлены на то, чтобы молодые люди могли просто заниматься любимым делом, могли учиться там, где они хотят. Президент страны сегодня для молодежи открыл практически весь мир. Караганинская область для проведения семинара выбрана не случайно. Во-первых, это политическая родина первого президента страны. Во-вторых, в нашем регионе 26% населения – это молодежь. Цифра 355 тысяч молодых людей впечатляет и заставляет вести поиск новых притягательных способов работы с ними. У нас в республике во всех городах и районах открылись центры. У кого-то это ресурсный центр, у кого-то это центр развития молодежных инициатив. Это коммунально-государственные учреждения. Нас создали, как бы все мы по-своему обучаемся, но таких семинаров мы больше берем для себя, как эффективнее работать с молодежью. На семинаре собрались директора молодежных центров Казахстана. Обмен опытом – это живая связь регионов по внедрению новых методов работы с молодыми. Центрами оказывается консультативная юридическая помощь. Они тесно работают с неправительственными организациями, с рабочей и студенческой молодежью. Открыт бесплатный сайт с электронной биржей труда. Впервые в стране заработал проект «Дипломник», где создали базу выпускников. Для студентов с особыми потребностями создаются условия для льготного проезда в общественном транспорте. Все это обсуждалось на семинаре. По индексу развития на Казахстан сегодня в сфере молодежной политики занимает классный министр совместа синистом. Я считаю, что это очень хорошо показать. Достаточно очень успокаиваю. И это обеспечивается, прежде всего, тем не менее, как мы считаем наше правительство. Караганинский центр молодежи заинтересовала работа Павлодарского центра обслуживания молодежи. Уже планируется, что в 2015 году нечто подобное заработает и у нас. А в нашем регионе работает 18 ресурсных центров. Есть о чем рассказать коллегам. Уникальность нашего центра молодежи заинтересовала. У нас создана служба адаптации детских домов. Сегодня наша служба оказала около 500 таких консультаций. Проверились 500 консультаций. И там получение удостоверений, юридической помощи, психологической помощи для воспитания детских домов, которые выпустили. Сергей Высокорцев, Айдын Жакан, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Карагандинской области должное внимание уделяется качеству образования. О новых подходах в преподавании, проблемах и перспективах говорили на областном форуме, где собрались около 200 учителей, которые прошли курсы повышения квалификации в новом формате. На рабочей встрече обсуждались ключевые направления саморазвития учителей. Развитие школ региона за счет активного использования новых подходов в преподавании. Вопросы развития профессионального взаимодействия, сотрудничества педагогов, обмен опытом, который предопределит работу в новом учебном году, также нашли широкий резонанс. На сегодняшний день в Карагандинской области растет доля учителей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию. На сегодняшний день из 19 311 педагогов данная квалификация имеет более 50%, это хороший показатель. Все педагоги своевременно проходят традиционные курсы повышения квалификации, и на сегодняшний день 8% педагогов прошли уровневые курсы в районных городах, работают методические кабинеты. Результаты ЕНТ за 2014 год в Карагандинской области не самые радужные. Качество знаний учащихся региона оставляет желать лучшего. С повышением квалификации должно повышаться и качество образования учащихся. Однако существует вопрос о несоответствии уровня качественного состава педагогов к знанию школьников. В образовательной школе Гагарина Жанаркинского района, вот на слайде вы сейчас увидите, в которой процент учителей высшей категории и первой категории составляет 56%, средний балл ЕНТ в этом году составил 48,6%. В средней школе Борсенгиро-Лутаусского района при доле учителей первой и высшей категории 57,6% средний балл составил 51 балл. А учащихся Мангельдинской средней школы Бухаржуравского района и средней школы номер один Асакаровского района, в котором, соответственно, 42 и 45% учителей данной категории демонстрируют высшие, более высокие результаты ЕНТ более 87 баллов. Филиал Центра педагогического мастерства города Караганды на базе гимназии номер 93 занимается обучением учителей общеобразовательных школ по новым программам. Центр совместно с факультетом Кембриджского университета способствует повышению квалификации учителей. Обучая этих учителей по всем уровням, мы понимаем реально, что это очень сложная, объемная, систематичная работа. Для того, чтобы эти учителя не просто обучились и получили сертификаты, необходимо, конечно, оказывать им методическое сопровождение, поддержку в тот период, когда они и на практике, когда они уже стали самостоятельно работать. Новые подходы в преподавании будут внедряться и в сельских школах региона. Преподаватели с каждым годом повышают свой профессиональный уровень, так как от этого зависят знания и будущие учащихся. Гульнур Жакен, Ужас Габасов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Здоровье прежде всего. Лечебный центр в санатории Березняки располагает полным комплексом оздоровительных процедур. Санатории Березняки – это правильное совмещение отдыха вдали от города и реабилитации после стресса и вредных условий труда. Все загружены работой. Не всегда есть возможность выехать на отдых. В летнее время года особенно хочется на природу, на свежий воздух. А времени, как правило, не хватает. Но все можно исправить. Санаторий Березняки приглашает всех, кто заботится о себе и о своем здоровье. В наличии у нас имеется огромная пантолечивница, где проводятся панты ножны и ванны, общие ванны профилактические. В пантолечении входит также лечение пациентов с шинеполусы рта и лечение пациентов с урологическими заболеваниями. Из года в год санаторий Березняки, расположенный в Бухаржирауском районе Карагандинской области, пользуется все большей популярностью у жителей нашей страны. В этом году по линии государственных закупок санаторий принимает афганцев, чернобыльцев из Астаны и железнодорожников из южных регионов республики. В санатории они проходят полный комплекс лечения по различным заболеваниям. Санаторий принимает на оздоровление лиц сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями нервной системы и опорно-двигательной системы. Все очень нравится. Приехал я сам со стороны по социальной путевке. Войны интернационалисты. Все нравится, нормально. Медперсонал, квалифицированные врачи. Очень спасибо. Конечно, огромное. В медицинском центре имеется комната релаксации, оформленная в восточном стиле. В этой комнате отдыхают после различных видов массажей, такие как механический, ручной и точечный массаж. А после отдыха можно принять водные процедуры в отделении гидротерапии. Кедровая бочка с алтайскими дравами, скипидарные, бешофитные, йодобромные ванны. Квалифицированными медицинскими специалистами проводятся водорослевые обертывания, укутывания с пантогематогеном, грязелечения, азокерит, глинолечения. В санатории Березняки вам помогут оставаться всегда здоровым и никогда не стареть. В завершении выпуска еще об одном. Сегодня день рождения короля вальса, выдающегося казахского композитора Шамши Колдаякова. Он являлся автором многих лирических песен, которые до сих пор звучат в исполнении певцов казахской эстрады. Творчество этого прекрасного человека знакомо всем ценителям музыки. Сочетание вальсовых мотивов и степных песен нравится слушателям. Популярные песни Колдаякова, как «Ахсунгарым», «Хайхта», «Арышагаснда», «Бахатхушаганда» и многие другие – сегодня в сердцах миллионов. Одна из его песен «Тамдаруа» была посвящена Ахсулу Ермановой, которая когда-то, выступая на сцене, покорила композитора своей красотой. «Я никогда не думала, что такой известный композитор, как Шамши Колдаяков, посвятит мне одну из своих песен. Я горжусь этим, и для меня это огромная честь». Песни композитора исполняли практически все певцы Казахстана – от мэтров до современной молодежи. И, конечно, распевал весь народ. Но самый народный композитор страны так и не стал членом Союза композиторов. Несмотря на это, его песни навсегда останутся на устах всего казахского народа. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Приятных вам выходных. Аман Сау-Волгстар. Аман Сау-Волгстар. Аман Сау-Волгстар. Аман Сау-Волгстар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин